В зале только лучшие. В сфере правового и кадрового обеспечения, экономики и финансов, коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, информационного обеспечения, лучшие руководители территориальных подразделений, лучшие депутаты. В Мособлдуме честовали победители ежегодного конкурса лучшие специалисты в сфере местного самоуправления Московской области. Муниципальные служащие, это является такой основой местного самоуправления, к вам обращаются прежде всего люди, не к депутатам областной думы, не тем более федеральным, а именно к вам. Они приходят с насущными проблемами и вы им не отказываете, вы им помогаете, это очень важно. Конкурс проводится Советом муниципальных образований Московской области уже в девятый раз. В этом году заявки поступили из 33 муниципалитетов Московской области. Активное участие приняла администрация Щелковского района, направив для участия в конкурсе 8 человек. В жюри вошли представители профильных министерств и ведомств, а также эксперты в области местного самоуправления. Сначала была названа тройка финалистов в каждой из восьми номинаций. Победители определялись в результате очного собеседования. В номинации «Лучший специалист в социальной сфере» третье место занял эксперт отдела физической культуры и массового спорта Комитета по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Щелковского района Александр Панов. В комитете он отвечает за внедрение и реализацию мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Щелковский район по этой работе находится на лидирующих позициях. Это не только моя заслуга, это заслуга всей команды, это заслуга поселений, входящих в состав района, подъездных учреждений, нашего центра тестирования ГТО в первую очередь. Я всего лишь координирую их работу, наставляю на путь. И, как оказалось, конкурсной комиссии работа Щелковского муниципального района оказалась по нраву. И победа есть в активе Щелковского района. В номинации «Лучший депутат» представительного органа местного самоуправления первое место жюри присудила Роману Назарову. 26 апреля 2015 года он был избран в Совет депутатов городского поселения Щелково от микрорайона Щелково-7. По признанию Романа Александровича, примером в работе для него была и есть глава района Надежда Суровцева. Ведь нас никто этому не учил. Нет такого, что прежде чем пойти в депутата, нужно выучить досконально, правильно оформление документов. То есть, либо есть это в тебе, либо нет. Потому что, когда я шел в депутаты, я шел это осознанно. Я понимал, что я должен делать и что от меня ждут жители. И, безусловно, пример работы Надежды Владимировны для меня сыграл очень большую роль. Выходить немного за рамки, делать для своих избирателей больше, чем должен. Так определял свои принципы работы депутат Назаров. В частности, он внедрил практику ежеквартальных отчетов перед жителями, комментарии в соцсетях по наиболее актуальным проблемам округа и другие мероприятия. Я могу сказать за Щелково-7, что у нас достаточно хорошо была поставлена работа депутатского корпуса, и жители привыкли к работе депутатов. Поэтому мы ввели некое ноу-хау, и ежеквартальные отчеты, которые я проводил с нашими жителями, позволили нам более плотно понимать проблематику на округе, и самое главное – получить доверие наших избирателей. За полтора года Роман Назаров зарекомендовал себя и у жителей, и у руководства района, в связи с чем пошел на повышение. В ноябре был избран руководителем администрации городского поселения Загорянский. Тем самым он поддержал традицию назначения на высокие муниципальные посты победителей нашего конкурса, говорит исполнительный директор Совета муниципальных образований, председатель жюри Олег Иванов. По большому счету наша оценка, наверное, совпала и с оценкой его деятельности как профессионала, как активного человека, который много сделал для развития местного самоуправления и в самом городском поселении Щелково, и в Щелковском муниципальном районе. Депутатский опыт Романа Назарова пригодится в дальнейшей работе и ему самому, и другим. Работы победителей конкурса лучших специалистов местного самоуправления опубликованы в специальном сборнике, который направлен во все муниципальные образования Подмосковья. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».